Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Эта передача «Что делать?» Я ее ведущий Виталий Татьяков. Тема сегодняшней передачи, я уверен, что она будет интересна для телезрителей, несмотря на свою отвлеченность, абсолютно истинно в эпоху всеобщей относительности. Или, выражаясь по-научному, релятивизм. А вот вы, философы, для вас эта проблема еще представляет интерес? Или это тоже чисто схоластика теперь уже? И то такая академическая. Вячеслав Семенович, давайте с вас начнем. Да нет, это два понятия, абсолютно истинно, относительно истинно. Они в философии, в теории познания, они по-прежнему фигурируют. И без понятия истинно вообще человеческое познание трудно описать. Классическое такое определение истины. Истина – это то, что соответствует объекту. Но если объект сложен, то вы никогда его целиком, полностью можете и не ухватить, и не описать. Поэтому вы можете какие-то аспекты, какие-то стороны объекта дать. И эта истина будет тогда уточняться. И поэтому говорят об относительной истине. Но Ленин писал, что в каждой относительной истины должно быть зерно истинно абсолютной. Что по мере познания эти зерна могут накапливаться. И познание может быть изображено как движение ко все более точному и полному описанию реальности. И знание о ней. Мне кажется, надо эти понятия брать вместе. Абсолютная истина и относительная истина. Если мы обратимся к древнегреческой философии, они очень мудро выражали это соотношение. Если мир относительного – это мир подвижного, конечного, вечного движения, то есть предельное понятие. Это бесконечное, беспредельное, неподвижное. И вот как раз неподвижное составляет основы жизни, основы бытия, как говорили в то время. Но если я кого-то спрошу что-то, назовите, приведите пример абсолютной истины, трудно будет сказать. Но если я спрошу так, приведите пример фундаментальной истины жизни, простой человек скажет «семья», «любовь», ну и многое другое. В науке это законы, в религии – бог, основания жизни. А для математики абсолютная истина – это актуальная бесконечность. И проблема стоит, как ее выразить в конечных понятиях. Или беспредельность, опять-таки, в понятиях человеческих, разумных, предельных. Вот так вопрос стоит. Вы в своих работах, в своих рассуждениях сегодня пользуетесь этим. Она вам нужна, она инструментальна, это понятие абсолютной истины. И она уже и в философской литературе вымерла, ненужна, лишняя. Действительно, понятие абсолютной и относительной истины, ведь эти два понятия используются, когда речь идет о развитии познания. О развитии. Но, может быть, нам-то сейчас лучше говорить не об абсолютной относительной истинах, а об объективной истине, интерсубъективной, общезначимой истине. Когда начинают говорить об истине, то часто как-то все это в кучу смешивается все, так сказать, содержание человеческого сознания. А надо разделить, ну, по крайней мере, три сферы. Сфера верований. Так. Так, тут, возможно, плюрализм и все такое. Сфера субъективных мнений. И есть сфера знания, где возможно обоснование, доказательство, проверка и так далее. Вот там речь идет об истине. Здесь, чье мнение, ваше или мое, этот вопрос не встает. Ну, тут вопрос об идеале. Это некий иной вариант. Значит, а вот в сфере познания, там понятие истины как было, Вячеслав Семенович совершенно прав, так и остается фундаментальным понятием и научного, и любого человеческого познания. Без него обойтись просто нельзя. Понятие истины – это одно из основных понятий философии вообще. И сегодня понятие истины не менее значимое, чем оно было 2000 лет тому назад. Откуда вообще необходимость в такого рода понятий возникает? Она возникает, кстати, и в обыденной жизни тоже. Нельзя думать, что только философы обычно рассуждают. Это не совсем точно. Если мне дали стакан с чаем, в стакан опустили ложку, я вижу, что ложка, так сказать, сломана. Я говорю, на самом деле она не сломана. Если я выйду, она будет прямая. Это вопрос об иллюзии возникает постоянно в нашей обычной жизни. Иногда мы сталкиваемся с иллюзиным опытом. Тогда мы должны различить то, что есть на самом деле, того, что только кажется. Вот отсюда проблема возникает. Сегодня этот вопрос, конечно, раньше философы этим не рисовались, ученые, потому что наука без понятий истины не может вообще немыслимо. Естественно. Да, естественно. Любая наука. Любая наука. Любая наука, если она наука. Если наука. Если не наука, то вопрос другой. Потому что в науке не может быть вопрос о вкусах. Мне кажется так, а тебе кажется так. Это не наука уже. А в обыденной жизни мы сейчас с этим сталкиваемся. Почему? Во-первых, потому что мы живем в мире лжи и дезинформации вообще. И трудно разобраться, что же есть на самом деле. Когда мы хотим какое-то дело серьезное сделать, или особенно когда мы сталкиваемся с представителем разных взглядов и разных культур, и вместе с ними решаем проблемы, так нужно разобраться, а что же есть на самом деле. Потому что одному может казаться одно, другому другое. Мы должны как-то договориться, пойти к общему мнению. Иначе никакого взаимодействия, решения общего поля просто невозможно. Петр убил Ивана. Иван погиб. Иван мертв. Мы видели, что кто его убил? Предполагаю, что Петр. Значит, истина есть какая-то. Либо Петр убил, либо другого убил. Кто-то убил. И вот нужно для этой истины докопаться и дойти, если бы не было смысла вообще искать, в чем истинно, тогда вообще вся юридическая практика, все судопроизводство, все следственное решение решило бы всякого смысла. По поводу юристов, можно я скажу? На мой взгляд, они вообще спекулятивно интересуются этим вопросом, потому что они же договорились, большинство юристов. Зачем им вообще выяснять, кто убил Петра? Они же сказали, что если даже мы все уверены, что это Иван убил Петра, все-таки существует вероятность, что это сделал не он. И плюс такой институт, как государство, он не может отвечать смертью, даже за смерть, тем более, что он не знает, кто убил. И плюс вообще не имеет права лишать жизни, поскольку жизнь дарована Богом. То есть юристы договорились, что эндом количестве людей, кто сами все взяли это право, они разрешают убивать других, а другим людям, Соединенным в государство, не разрешают. Я вообще не понимаю, зачем им истина, тем более абсолютная. Реальная практика одно, тут есть всякие перегибы, а некоторые идеалы и толку уже юридического обоснования, доказательства, разбирания наследствия, затем суде, состязательности, эти процедуры, они веками выковывались, и в них как раз без этого понятия истины не разберешься, без понятия объективности. Кстати, объективная или абсолютная? Мы же говорим об абсолютной истины. И если есть соответствие знания объективному, то, значит, момент абсолютного там есть. И в этом смысле спор идет только о том, можно ли передать идею объективного, истинного разбирательства дела только одной какой-нибудь инстанции, ну, например, Следственному комитету. Вот они сейчас хотят и написать, что задача их сделать объективное, истинное, значит, суждение о том, как то или иное происшествие произошло. А говорили о том, что не менее важную роль играет суд, состязательность на суде, прокурор-адвокат, защита обвинения, где вот как раз доказательства, обоснования, где каждая сторона ищет изъяны в доказательстве обоснования. Но это же отход точно от объективной истины, потому что ясно, что адвокат-златоуст обыграет плохо говорящего прокурора, либо наоборот. Истинность здесь вообще не по-лечению. Ни к чему. Каждый же у них есть аргументация. Златоуст-то златоустом, но есть же какая-то аргументация. Есть следствие, есть вещественные доказательства, есть экспертиза различная. И там масса таких фактов, на которые им нужно опираться, если это только сводится к тому, что кто кого переговорит, и кто эмоционально лучше воздействует, то да, это, конечно, плохо, потому что процедура, именно методика, процедура сама очень важна здесь для установления того, как обстояло дело на самом деле. Если придерживаться крайности, конечно, можно сказать, что для некоторых, и в некоторых случаях, истина – это до суда договоренность. Но и в науке, и в юридической практике истина – это всегда некоторый коллективный поиск. Можно я задам такой вопрос? Итак, человечество развивалось в древние варварские времена, племя, стариков, немощных, по каким-то причинам, может быть, чтобы не кормить, может, по каким-то другим причинам, уносило в лес, оставляло, и они там умирали. А могли бы и жить, если бы их какое-то время еще кормили. Человечество долго-долго-долго-долго развивалось, возникли там всякие возрождения, просвещения и прочие эпохи, модернизма и постмодернизма. Теперь то же самое и человечество. Пришло к институту эвтаназии, который просто расширяется, что нужно убивать стариков, чтобы они не мучились. Где вообще истина в этом вопросе? Если говорить о знании, то абсолютно истинно является то, что вот если мы установим, что так было, вот как вы говорите, соответствует ли это реальность? Там факты, там нужно это все изучать. Это, кстати, делают гуманитарные науки. Когда вот говорят, что для гуманитарных науках эта процедура не нужна. Установление фактов, тут точно тоже сделается, что в естественном знании. Процедуры те же самые. И истина в этом смысле, если истинно и называем мы соответствие знания реальности, то тогда вопрос о том, истинно это или не истинно, это вот в плоскости знаний. А вот если вы хотите задать вопрос так, что истина – это некий реальный идеал жизни, что истина состоит в том, что, допустим, гуманистическое отношение, ну, гуманизм – это очень поздняя идея, что гуманистическое отношение к миру запрещает в идеале, допустим, убивать людей. И вот поэтому с проблемой эвтаназии это и возникло. Это уже этическая проблема, и решает ее так, что никто убивать не собирается человека, но он должен сам решить и сам осуществить выбор, как он уйдет из этого мира. Уйдет ли он в муках… Абсолютная истина – это то, что сам для себя человек решает. Абсолютная истина – это как некоторые ценности, идеал, как… Это всегда идеал. Это идеал. Да, вот в этом смысле. Ценность. Да. Вот. И ценности всегда выступают как абсолютная истина в той или иной культуре. Но поскольку только ценности изменчивы, то тут тоже есть вещь, которую вот наши и этики, и религиозные деятели фиксируют, что есть, например, в морали, есть какие-то идеалы, которые все разные культуры воспринимают, но уже более-менее вот… Одинаково. Продьбин одинаково. Например, есть в качестве идеала, допустим, такие максимумы человеческого поведения, идеалы «не убей, не укради, вот, возьми ближнего как самого себя» и так далее. Они идеалы, они как абсолютные, хотя и не нарушаются, ну, люди убивают друг друга, но если этот идеал отменить, тогда человечество вообще должно пошрять убийство, и тогда оно превратится в кошмар войны всех против всех. Так, вы говорите, ну, вот так принято, вот некий идеал. А идеал – это вообще нечто не существующее. То есть абсолютная истина тоже… Ну, я не думаю, чтобы от всей науки остались только некоторые, так сказать, знания Констанции. Есть масса законов, если говорить об естественных науках, масса законов, которые установлены, которые вряд ли будут когда-то повергнуты. И вообще наука не развивается так, что вот появилась новая теория или даже новая картина мира, и всё выкидывается, всё, что было до этого. Ничего подобного. И механика Ньютона прекрасно используется, то есть работает в какой-то более узкой области, чем мы раньше предполагали. Вот и всё. Поэтому теории остаются, и картины мира, так сказать, они не выкидываются полностью. Сумма относительных истин. Да, сумма относительных истин, да. Мы опираемся на то, что было до этого. В чём-то сомневаемся, что-то уточняем, что-то модифицируем, какие-то новые идеи появляются, но запас знаний, который был выработан за несколько сот лет, он встаёт. Абсолютная истина-то в чём у нас? Ну, абсолютно. Это не абсолютная, это объективная истина. Абсолютная истина – когда абсолютные знания мира. Мы не имеем такого абсолютного знания. Мы имеем частичные знания. Но этого знания всё больше и больше. То есть эта категория «абсолютная истина» не нужна науке. Она нужна как идеал, как пишут философы, когда об этом писали, начиная с Канта и Конча и Поппером, современным философом. Это некая регулятивная идея, которая нас направляет, наш поиск. Мы хотим знать всё больше и больше. То есть это нас толкает знать всё больше. Новые факты, новые идеи, новые законы устанавливать. Вот в этом смысле. Мы никогда не будем иметь абсолютной истины. Мы будем какие-то кусочки иметь, приближаться к ней, зато мы имеем объективную истину. То есть то, что соответствует тому, что есть на самом деле. Ну вот ядро здравого смысла – это набор абсолютных истин. Конечно. Несу руку в огонь, обожжёшься. Абсолютная истина. Свинец тяжелее железа. Абсолютная истина. Волга впадает в Каспийское море. Если вы приняли русский язык, это абсолютная истина. Порень квадратный из 25 – 5. Если вы приняли определение арифметических операций, это абсолютная истина. Вы обязаны будете. Значит, их много, а она не одна. 99% содержания человеческого сознания – это набор абсолютных истин. Так это просто здравый смысл. Ну, здравый смысл в повседневной жизни, конечно. И в науке тоже. Но и в науке тоже самое. То, о чём вы говорите, это где-то, да, на переднем крае науки, поиска научного, какие-то проблемы, сомнения и так далее. Но основное это содержание, основной корпус научного знания – это то, что является истиной. Вода – H2O. Конечно. Всегда будет, останется. Это абсолютная истина. Да, абсолютную истину. Во многих, во многих частях мир движется к своему финалу, к концу своей жизни. Если так, то зачем мы так много знаем этих самых истин? Вы понимаете, проблема вот. Когда мы говорим о естествознании или вот о логике, теории аргументации, там понятие истины проблем не вызывает. Вот переход к гуманитарным наукам. Вот здесь, вот в тысячекаком там, в 649 году отрубили Карлу Первому голову. На эшафоте, англичане. И что же, с физической стороны там ничего такого особенного не было. Один человек положил голову на плаху, подошел другой человек, топориком отсю, все, все. Вот это истинное описание. Но описание гуманитария, историка, уже может расходиться. Там произошла, там казнь тирана, один напишет. Другой напишет, там произошло цареубийство. Третий напишет, там что-то еще. Здесь уже начинается истолкование интерпретации. И они могут быть разными у разных людей. И мы получаем разные. И вот здесь возникает вопрос, чье описание истина. Или чье описание сильнее навязывается другим. Другим. Обычно так и происходит. Вот здесь проблема. С историей-то, мы об этом не говорили, вот об этом можно поговорить. В науке там все просто, эксперименты, основания, доказательства. Ну, извините. Ну, не просто, конечно. Ничего я не вижу тут разницы с естествознанием. И в естествознании так происходит. И один и тот же факт может интерпретироваться совершенно по-разному. И есть теории, которые противоречат друг другу, борются, свои аргументации выдвигают. Там тоже это есть. Вячеслав Семенович, здесь новый момент появляется. Понимаете, когда вы описываете поведение магнитной стрелки вблизи там проводника с током, вы не задаетесь вопросом, а что это она отклоняется? Нравится ей, хочется ей отклоняться. Вы, так сказать, понимаете, что стрелка ведет себя не потому, что у нее какие-то внутренние есть желания или стремления или потребности, а ведет себя под влиянием естественных законов. А когда вы видите поведение человека, то вы спрашиваете, а что, какая у него там мотив этого действия? Что он... Ведь и юристы, о которых мы говорили, они же тщательно выясняют, вот было убийство, а что, с заранее обдуманным намерением или по неосторожности. Или при самозащите. И от этого зависит оценка этого деяния. Вот что важно. Важно, что с каждым поступком человека связан мотив, какое-то желание, стремление, страсть. И вот понимание этих мотивов человеческих действий, оно и осложняет как раз описание гуманитарных наумов. Ну, конечно, я согласен с вами, что это осложнение, но тем, что более сложный объект. Но объективность, идеал объективности описания всё равно остаётся. Конечно, случай с магнитной стрелкой проще, чем, допустим, случай с поведением людей. Но какая-то есть и промежуточная вещь, вот, допустим, поведение животного, тоже для науки загадка. Там какие есть внутренние опыты животного, которые позволяют ему на одни и те же реакции отвечать по-разному. Вот. Это сложная вещь. Тогда получается, что это абсолютно истина, она существует относительно простых объектов. Или на уровне человеческого поведения, вот то, что с давным смыслом, действительно горячо, сунул руку, обжёгся, вырвал, вроде бы ничего. Но всё, что сложнее, тем более, все эти социальные системы, там вообще близко нет никакой абсолютной истины, а все относительные истины, это есть исключительно либо спекуляции, навязанные другим, либо заблуждения. Вот оттого и трактуется. Казнить одного короля – это благо, казнить другого короля – это зло. Победивший бунт, заговор – это революция, проигравший – это путь. Ну, вот так же? И где здесь абсолютно истина? Там уже в 20-м приближении. Верно, минутку. Это уже вы моральные оценки события даёте. Ну, почему? Как это политологический анализ? Нет, благо или с добро – зло, благо – не благо. Это не яда, так человечество. Нет, ну, они… Историки пишут. Ну, люди пишут. Это совсем другое дело, чем вы изучаете объективно. Вот есть описание, допустим, революции. Да, есть в любом описании есть субъективное наслоение. Любое вот свидетельство о событии, оно всегда субъективно. Ну, так и в естественных науках так. Вот мы же с вами говорили об этом наблюдателе, который может там прибором изучать, который вот даёт какую-то систематическую ошибку, у него будет искажённое видение, а потом он выясняет, что прибор даёт ошибку, составляет контрольный протокол поведения прибора и убирает эти ошибки из данных наблюдений. В историческом описании свидетельства, вот, очевидцев, это тоже та же самая история, только тут ещё установки, конечно, могут приводить к искажению истины. Я вспомнил вот этот случай, описанный у Чапика, как был наезд автомобиля и, значит, спрашивал следователь всех свидетелей. И все говорили по-разному. Но был там один поэт-символист, который сказал, что он не помнит там суд дела, но у него это всё сложилось в такие стихи. «О шее лебедя, о грудь, о барабан, эти палочки трагедии знамений». Следователь был опытный, он сразу расшифровал так. «Шеи двух лебедей, две двойки, грудь – это тройка, барабан – ноль, а палочки – две единицы. Вот номер машины». И быстро нашли злоумышленник, который осуществил наезд. Но вот это старая вещь. И юристы с этим сталкиваются, и учёные с этим сталкиваются. Есть такая поговорка, он врёт, как очевидец. Любой очевидец – это данные наблюдения. Они проходят очень длительную процедуру сортировки, отбора, сравнения, и они не являются научными фактами. Вот когда говорят, власть принадлежит народу, я понимаю, есть народ, масса людей, и вот она, дана власть, ну, как-то можно. А когда источником власти является народ, это из нашей Конституции, между прочим. Это истина? Ну, это считается, вот так должно быть, так звучит во многих Конституциях. Вот. А что за источник? Где бьёт этот источник? По какому руслу он течёт? Вот право, вот утверждение. Оно считается истинным, признаётся. Я не вижу в нём ничего реального, тем более истинного. Понимаете, если говорить о том, что все суждения, все высказывания относятся только либо к истинным, либо ложным, это не совсем точно, потому что наряду с такими вот осуждениями, которые имеют познавательный характер, пытаемся понять, что уже есть. Есть ещё предписания, нормы, что так должно быть. Вот я думаю, что осуждение источник власти народа, это что? Это выражение некоторых идеалов или подписателей. Это не просто констатация фактов, потому что, ну, как это источник власти народа? Это общее утверждение. Имеется в виду, что нужно строить таким образом государство или общество, чтобы народ каким-то образом влиял на власть, хотя дальше, конечно, начинается масса вопросов, возникает, в каком смысле источник власти, что выбирает своих представителей в парламент в этом смысле, что ли, да? А представители могут и не выражать его волю, кстати. Там масса проблем. Вообще, проблема демократии особая, особая вопрос, там наряду с проблемой истинной ложности, ещё понятие, так сказать, что должно и что не должно быть, То есть, такие нормативно подписывающие вещи, связанные с ценностями, это нужно особо обсуждать. Вот я хочу вернуться к тому, о чём мы только что говорили, понимаете, какая вещь? Конечно, если речь идёт о суждениях здравого смысла, когда вам сказал Александр Леонидович, там масса вот таких маленьких абсолютных истинах, так сказать, мы, вообще мы живём погружены вот в эти знания истинные, мы не можем шагу ступить, шагнуть, чтобы не опираться на какие-то знания о том, что на самом деле есть. Обычно не осознавая это, не нужно осознавать, но мы вот купаемся в мире такого рода знаний или таких маленьких истин. Теперь речь идёт о науках, естественных науках, там можно установить знания сложным путём, но там эксперимент можно воспроизвести всегда, можно повторить. Какие-то сомнения ещё раз воспроизвёл. Я говорю, что в такой-то комнате находится человек такой-то. Пошёл и проверил, есть он там, или нет. Можно подтвердить или проверить. А очень сложно, когда речь идёт о том, что мы пытаемся понять, что же на самом деле было в отношении тех событий, когда уже прошли, и которые неповторимы, невоспроизводимы. Их нельзя воспроизвести. Вот с этими событиями делал юристы как раз, когда кто-то кого-то убил, он ещё раз убивать не будет, этот человек. Когда события в прошлом были, в истории, вот убили короля английского такого-то. И там, конечно, масса вопросов возникает, как вообще писать историю, можно ли написать истинную историю. Это до сих пор спорят. Я сейчас некоторые примеры приведу, с которыми я сталкивался не так давно. Там очень сложно. Во-первых, сложность состоит в чем? В том, что у нас нет факта. У нас от этого факта самого нет. Он уже был в прошлом. Нужно воспроизвести факт при помощи ещё, при помощи тех следов, которые он оставил. Где там документов, свидетельств, рассказов, какие-то там вещи остались в это время. Вот сложная работа идёт с этими оставшимися историческими источниками, и на основе которых с должным путём пытаются воспроизвести то, что было на самом деле. Это сделать на самом деле очень сложно. Вот в некоторых случаях вообще невозможно узнать, что было на самом деле. Вот можно, например, подпомнить, что когда Цезарь приходил в бекон, на правое плечо его села бабочка. Было, не было. Невозможно понять. Даже более простые случаи. Президента Кеннеди убил Ли Харвиос, так считают многие. Не доказать, не поменять, невозможно. Может быть, никогда этого не узнаем. Эти факты уже издавнего прошлого. Поэтому историк очень сложно. И когда даже факты... Но они навязывают нам очень. Иногда навязывают, да. Их нужно выбрать. Мы не можем все факты. Нужно выбрать то, что считается существенным. Разные историки могут считать существенными разные факты. Тут важно разделить такую вещь. Всё-таки, конечно, важность связана с личностью того, кто рассказывает. Он какие-то события более важные, а другие менее важные. И другое дело, это когда вы просто искажаете факты. А это же площадь имеет место. И у историков, и у людей, так сказать, историей не занимающихся. Вот. Можно, так сказать, можно вспомнить из вашего прошлого события, когда его никогда не было. Во-первых, когда речь идёт о сложных, развивающихся системах, то есть о системах, которые эволюционируют и которые усложняются в процессе этой эволюции, то тут процедуры установления факта сложнее, естественно, чем для простых систем. Но это не значит, что невозможно эти факты объективно описать. Очень важно различить истину факта и истину теории, объясняющей этот факт. Потому что теория, объясняющая этот факт, для истории, для любой исторического развития, это модель или историческая реконструкция. Это не просто описание того, что было. Другое дело, что сквозь призму этого мы смотрим на мир и говорим, что вот это было так, а не иначе. И в этом смысле и в естествознании эта проблема есть, и в истории человечества эта проблема. Другой вопрос, конечно, что там, наверное, это попроще, здесь посложнее, поскольку здесь ещё есть акторы действия, это люди, обладающие сознанием, имеющие волю, имеющие свои установки и так далее, и так далее. Но вот с точки зрения объективного писания всё-таки возможности есть и там, и там, а любое объективное писание это есть установление истины, а любое установление истины означает, что момент абсолютного там будет. То, что сохранится. То есть абсолютная истина это вот соль, которая в мясо кидается, бросается, и вот в мясе оно есть, вкусники появляются, но вынуть соль из мяса невозможно. Если такая аналогия может быть, если посчитать, что истиной, вот, допустим, истиной для гурмана является вкусная еда, то отсутствие соли это невкусная еда. И если до соли это момент того объектива, абсолютного, что делает эту еду вкусной. Во-первых, сейчас в естественных науках не всегда эксперимент воспроизводим. Мы судим часто по косвенным наблюдениям, не только космологии, но простите, геологии, что ядро земли пробраться туда непосредственно нельзя. И очень много сложностей порождает сам научно-технический прогресс, наши приборы, информация, масса, которые мы должны, информация, которые мы должны обработать. А вот у меня все-таки с точки зрения здравого смысла действительно абсолютных истин. Легче много их определить. А вот с точки зрения простительности науки возникает сложность. Вот круглый стол, за которым мы сидим, это знание. А вот как в древности говорили, что за это то, что я не знаю. Чем больше мы знаем, тем больше, простите, мы не знаем. И в каком-то смысле наши ученые становятся философами, отказываясь от принципа наблюдаемости непосредственно контакта с объемом. И они все больше и больше удаляются от этой абсолютной истины. Нет, не удаляются, ее труднее становится. Труднее добыть. Добыть становится при нашем научно-техническом прогрессе. Чем сложнее объекты, тем сложнее операции добывания. Смотрите, сейчас мы мыслим в масштабах всех планет, соучной системы, как это на нас влияет. А если мы помыслим за пределы солнечной системы, галактики, а знаем ли мы все законы, связанные с эволюцией? Думаю, нет. Мы не знаем. Правильно я понимаю, что вот те люди, которые говорят, им кажется, что они знают вот эти, эту абсолютную истину, относительно ли истории развития человечества, относительно ли там физики, химии, неважно чего, они, особенно в общественных, в общественной сфере, они еще на основе этой абсолютной истины рисуют некий идеал, к которому нужно стремиться. И вот эта связь между этой абсолютной истиной и идеалом, она непосредственно во всяком случае в голове прокладывается некому человеку, а потом дается обществу, и общество стремится к этому идеалу как раз на основе того, того, что умные-то люди знают эту истину, и вот из нее следует этот коммунизм ли, демократия ли всеобщая, ну и так далее. И вот этот переход от абсолютной истины, которая есть, к ее проекции в будущее, он является очень опасным. Ну, я хочу сказать, что если человек, кто-то заявляет, что у него в кармане абсолютная истина, то с этим человеком лучше иметь никакие идеалы. Ну, понятно, да. Ну, а что касается того, как вы старались идеалы, идеал, конечно, это не то же самое, что истинные знания, это не одно и то же, но они связаны, потому что идеал должен как-то обоснован каким-то способом. Говорим мы вот лозунги Великой Французской революции, свобода, равенства и братства, да, это вот идеал некоторые, некоторые такие ценностные установки. Как они были обоснованы? А до этого нечто похожее было послышано и теми, кто произвел революцию в Америке, в США, немножко раньше. Очень просто обоснование с ссылкой на христианство. Это христианские ценности. Никаких других обоснований особенных не было. Потому что из науки такие вещи прямо не выведешь. И потом эти идеалы имели колоссальные влияния, так сказать, колоссальные последствия. Годел, когда начинают эти вещи обсуждать, что такое свобода, философы частные, что такое равенство, что такое демократия вообще. Это сложные вещи, особенно в современном обществе. Это все очень сложно стало, гораздо сложнее, чем было раньше. Есть разные попытки обосновать, есть разные понимания демократии, тоже скажем, как представительные, которые имеют свои минусы, как так называемая демократия участия, которые неизвестно... То есть смотрите, что за пределами здравого смысла все истины, это вопрос, абсолютно, это есть вопрос веры. Но не то, что мы веры. Вы сами это уже сказали. Я, Жанн, наша жизнь состоит в том, что мы эти ценности, которые, скажем, ценности свободы, равенства, солидарности и такие, которые связаны с европейской культурой, мы к ним возвращаемся все время снова, в виде нового опыта, пытаемся что-то лучше понять, что-то иначе понять, может быть. То есть пытаемся неизвести их на уровень вот этого здравого смысла, а будем же и проверить, действительно ли братство лучше, чем не братство. Как это работает, и что это нам дает. А поскольку это не удается вот свести к тому, сунул руку в костюм, горячо, обойнул... К этому не сведел. Понятно. Но вместе с тем, это очень важные, так сказать, идеалы, которые, ну, которые основаны все наши жизни. То есть сложное, через упрощение пытаются, довести до этого понимания его истинности, объективности, правдивости. Да, пытаемся, да. И оказывается, что это сложно. То есть простые вещи важнее, чем сложные? Простые вещи? Ну, важнее, потому что... Ну, не то, что важнее, но они, обычные вещи, без них просто жить невозможно, так сказать, элементарно выживать нельзя. А без сложных вещей мы тоже не можем жить. Уже более глубоким словом. Привыкли к ним. Так, хорошо. К телевидению. Абсолютно там истинное, объективное, и вот этот идеал, как они соотносятся. Ну, вас-то беспокоит что? Что какие-то люди... Меня беспокоит, что обманывают нас. Что какие-то люди, да, свое мнение выдают за истинное знание. Обожвали советское государство тоталитарным. Что такое термин тоталитаризм? Неясное вообще содержание. Это такой идеологический, какой-то неприятный термин. Но доказывают, что так оно и есть на самом деле, что это истина. Вот это, конечно, опасно, но это к истине отношение не имеет. Всегда полно жуликов в сфере идеологии, политики, которые свои взгляды, мнения, оценки, вкусы навязывают обществу как знание, как абсолютную истину. Ну и что же? Нет, меня волнует то, что люди, политики, в том числе философы, мыслители, писатели нам рисуют идеал, каким нужно быть, в каком отчестве нужно жить, и говорят, это опирается на истину, божественную какую-то. А в реальности они сначала рисуют то, что им нравится, а потом подбирают вот эти крохи этой истины оттуда, либо путем спекуляции, либо отсеивания чего-то противоположного. Ну, сейчас уже так не говорят. Нет, вы знаете, как правило, люди, они очень скромные, никто не говорит, что это абсолютно истина. Люди скромные. Даже среди своих... Да, простите, среди своих коллекций воздухов, я не слышала ни от кого, кто бы заявлял об абсолютной истине, да и вообще просто об истине. И даже если ученого, он занимается своей работой, он так тоже, можно сказать, он говорит о решении задач проблем. Пытается найти истины. Да, но вы правы в том, что, конечно, философы, они занимаются идеалами, ценностями, абсолютной истиной. И проблема стоит не только как обосновать эту истину, как ее реализовать, довести. Но это уже, говорится, выходит за пределы философии. Ну, во-первых, если вот с точки зрения идеала истины, то это уже, вот с точки зрения научной, если подходить, это одно. С точки зрения, допустим, вот культурологической, это немножко будут другие асценты. Вот если с точки зрения сугубо научной, да, я соглашусь, что идеал всегда строится так, что он апеллирует к абсолютному чему-то, что должно. И в этом смысле он, ну, как бы представляет себя как абсолютную истину. А можно ли вот таким образом согласиться с тем, что любой идеал, принятый в культуре в какой-то эпохе, представляет абсолютную истину? Нет, потому что идеалы меняются, культуры меняются, эпохи меняются. И тогда вот возникает вот эта идея релятивного, то есть изменчивого в самих идеалах. Ну, вот пример проведу. Ну, вот сейчас мы говорим об идеале прав человека, что естественные права человека это как идеал социальной жизни, к которым надо стремиться. Если они нарушаются, то это нужно всячески, так сказать, эти нарушения выявлять, каким-то образом санкции применять и так далее. Ну, формулировал в свое время это еще Джефферсон. Сказал он достаточно ярко, когда вот создавая американскую конституцию, он сказал так. Люди не созданы так, что одни с седлами на спине рождаются, а другие со шпорами на ногах. И чтобы те, которые со шпорами, сидели на тех, которые с седлами, и понукали, и погоняли их. Люди все равны от природы, естественные права у них есть. Но это только определенная ступень социального развития. Не в традиционалистских культурах, которые предшествовали вот этой современной цивилизации, цивилизации проект модерн, я по-разному обзываю, я техногенные называю. Так вот, в традиционалистских культурах так вообще вопрос и не ставился, что обладают ли люди естественными правами. Потому что, во-первых, Аристотель писал о том, что все имущество делится на быков, телеги, рабов, и что раб, не родив, это вот греческий поэт, и раб, не родив, не принуть его господин по велениям строгим, он за работу сам не возьмется с охотой. Тягостный, жребий, печального рабства, избрав человеку, лучшую доблесть и в нем половину Зевса истребляет. Вот, пожалуйста. Это просто выводил рабов за пределы. никаких нет естественных прав у человека, тогда ничего такого, что вот мы от природы одинаковые, это идеал определенной цивилизации. Вот если с этой точки зрения тогда посмотреть, там и личности иначе организуются в традиционных обществах, быть личностью, быть частью клана, касты, сословия, а не вовсе свободной и суверенной личностью, которая сам себе выбирает те общества, где он будет реализоваться, те сообщества, и где есть вертикальный горизонтальный мобильность. Это другая цивилизация, другая культура. Значит, другой идеал. Следовательно, когда я рассматриваю эти вот идеалы в качестве воплощения чего-то абсолютного, я могу сказать так, вот для этого отрезка социальной эволюции, да, вот так было, что их воспринимали как абсолютный. Для другого отрезка социальной эволюции они уже не работают, они меняются на другие идеалы. Есть развитие. Вот это слово развитие, оно оправдывает все. Только, ну, когда ты говоришь, что... Нет, когда я имею дело с развивающимися системами, то это сложная вещь, потому что там каждый новый уровень организации меняет низ. в разных культурах кольцер-борок это будут разные вещи. Это уже культурный смысл. Это верно. Это не рождается таким. В одной культуре, скажем, чем больше ты истребишься в врагов, тем лучше. Это нападение. Но мы можем... То есть, то есть, навязывается вот этот эталон, это абсолютно, она навязывается данной культурой, самыми активными ее создателями, вот, и в зависимости от этого в одной культуре можно за одно и то же человека наградить, а в другой казнить. Казнить. То есть, нет никакой абсолютной истины, во всяком случае, в этой социальной сфере, кроме как не суй руку в огонь, обожжешься, не кидая спичку, горящую в сток сена. И все-таки есть вот этих вот истинных не убей, не укради и так далее, вот в этих заповедях, все-таки есть элемент абсолютного, который фиксирует общечеловеческое. Тирана убей. Это верно. Но они запреты налагают. Вот в этом вся соль вот этих вот эволюционных систем. Там важны запреты. То есть, вот, и физике это важно. Вот закон сохранения энергии, он одновременно запрет. И нельзя создать вечного двигателя. Разве закон сохранения энергии. То есть, вот запрет, всякий идеал, вот этот вот такого рода, он налагает определенные запреты. Запрет на убийство. Ну, сейчас я скажу об этом. А дальше это оправдание. Когда возможно убийство, как самооборона, там, как защита отечества и так далее. Если ты не убьешь в каком-то случае, ты будешь неморальным человеком. А вот насчет неубий, это что? Во всех, во всех культурах. Ну, вот, я, по крайней мере, ну, если я имею в виду историю уже цивилизаций, а не историю первобытной общины, где там и каннибализм, и все такое, то есть вот эти вот запреты, которые становятся нравственными запретами. Вот эти вот не убей, не укради и так далее. Это фактически это здравый смысл, ну, так вот даже на генетичном боте. Это не здравый смысл. Нет. Это вот как раз вот эти ограничения инстинктов и сделали обезьянный человек. Правильно. Соглашусь, это правильно. Это вот все эти вот идеалы, которые имеют общечеловеческий смысл, это те глубинные ограничения проявления биологических инстинктов, которые делают человека человеком, человеческое общество. Я хотел найти основания хотя бы для себя, надеюсь, и для некоторых зрителей, чтобы взглянуть на мир, на то, что происходит сейчас, ну, вот с какой-то с большей уверенностью, с меньшим набором сомнений в искренности людей, особенно публичных, в истинности технических вещей. И ради этого собрал здесь этих замечательных людей. я не могу утверждать, что вы укрепили, что вы развели мои сомнения. Но это тоже некий итог. Возможно, это и невозможно, а возможно, это просто порог моего сознания, порог, я просто не могу это понять, то, в чем вы меня пытались убедить. Зрители оценят. Спасибо вам большое. До свидания. До новых встреч в программе «Что делать?» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова